Зеленский и ряд других мировых лидеров приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Сказал президент Украины о том, что Украина надеется на высадку союзников, как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в противодействии российской агрессии. Сергей Олегович, я хочу спросить ваше мнение, как все происходило во Франции и на что Украина сейчас может рассчитывать. Мы можем рассчитывать на какой-то четкий план от стран Запада, от наших союзников сейчас? Или складывается такое ощущение, что каждый помогает, чем может и как может? Ну, во-первых, это происходило, конечно, очень красиво, все это замечательная картинка была, потому что действительно это очень важное событие, это значимое событие. В 80-летие круглая дата, на него приехали, естественно, главные участники, там не было самого главного врага всего этого дела, именно Путина, не было российской делегации. Вот в этом смысле, конечно, мероприятие удалось абсолютно точно. Конечно, отличная погода была, всем все повезло, никакого там, потому что в Нормании обычно часто бывает дождь, почти как в Великобритании. И поэтому, что вот так вот солнышко светило там два дня подряд, это, в общем, довольно редкий случай. И с этим смыслом, в этом смысле все повезло. Вот туда приехал президент Байден, вот туда приехал президент Зеленский. Все, в общем, говорили довольно резкие речи. То, что президент Зеленский говорил, это понятно, потому что он все-таки представляет жертву агрессии, вот, и от него никто другого не ожидал. Ну вот, но то, что говорил, допустим, Байден, в принципе, он произнес такую очень боевую, грозную речь по поводу того же, значит, диктатура, что мы проиграть с этой диктатурой не можем, а поэтому мы должны стоять спиной, значит, за Украиной. Дальше, может быть, даже самое главное, то, что мы видели вчера, потому что президент Зеленский будет встречаться с Эммануэлем Макроном сегодня, и утром, когда мы с вами запишем передачу, еще пока нет результата этой встречи, и мы пока не можем начать отчитаться здесь перед нашими зрителями. Вот, но, по крайней мере, то, что было вчера, это даже уже вне этой встречи, потому что Эммануэль Макрон дал большое интервью в 20 часов по Парижу для двух каналов французского телевидения, для первого и для второго, вот, ну и оно также транслировалось там по другим каналам. Вот, и он сделал несколько важных заявлений, прежде всего он объявил о том, что Франция передает Украине свои истребители «Мираж-2005». Это, в общем, прорывное решение, потому что Франция до этого не хотела передавать, или там говорили, что Украине были не нужны, были они. Вот, я сомневаюсь, что Украина говорила, что ей не нужны самолеты, вот, я думаю, что в Корее Франции не хотела давать. Вот, это самолеты, хоть и не самый последний, так сказать, вариант, не самого последнего, потому что «Рафали», безусловно, более современный самолет французский, но «Миражи» это не, так сказать, это вот не старье какое-то, да, хотя их начали выпускать довольно давно, но, как и любой, Ф-16 тоже начали выпускать давно, с тех пор, значит, его постоянно модернизируют. Вот, и эти «Рафали-2005» – это специализированный самолет для борьбы с воздушными целями, то есть, грубо говоря, это самолет для борьбы воздух-воздух, вот, и это как раз то, что вам необходимо, то есть, защита от тех самолетов, которые с территории Российской Федерации пускают по северной границе, например, на Харьков, планирующие бомбы, и вот, возможности, этот самолет имеет возможность сбивать их на российской территории, там, за 80-100 километров от самого себя, вот, так что, в общем, это хорошая, хорошая, хорошая машина. Конечно, французские самолеты доказали свое отличное качество, вот, правда, они считают его дорогими самолетами, ну, и, может быть, поэтому Франция немножко с меньшим энтузиазмом относилась к тому, чтобы их передать. Цифры пока не называются, но разговор шел о 12 «Миражах», вот, то есть, это почти батальон, значит, авиационный батальон, в принципе, это, да, довольно неплохо, но дальше, значит, Эммануэль Макрон сказал, что уже летом, уже вот в июле месяце начнется обучение украинских летчиков для, значит, на полет на этом самолете, потом нужно выстроить логистику, вот, это, на самом деле, со всеми самолетами, вот, люди задают вопросы, а почему так долго идут, почему так долго все это работает, вот, и я вот объяснял уже, ну, лишний раз объясню, что с самолетами, ведь их надо куда-то поставить, значит, нужны какие-то взлетно-посадочные полосы, нужны аэродромы, нужна защита этой техники от, значит, от противника, значит, надо поставить ПВО, или нужно поставить их в ангар, или нужно поставить куда-то, где их сразу не разобьют на аэродромах, плюс потом на один час налета нужно часов 10 или 15 технического обслуживания у каждого самолета, ну, вот, то есть там есть технические проблемы, нужны запитали, нужны, так сказать, ремонтная база, база технического обслуживания, и это надо выстраивать, логистику надо выстраивать, поэтому это занимает так много, так много времени, плюс Эммануэль Макрон сказал, что французские инструкторы будут готовить целую бригаду, скорее всего, для Украины, то есть 4,5 тысячи человек, и он даже допустил такое выражение, он сказал, что это будет французская бригада, вот, но имею в виду, что это не будут французские военнослужащие, которые в ней служат, но поскольку она будет подготовлена полностью, значит, с помощью Франции, то вроде можно ее так называть, как типа французская бригада, причем здесь надо подчеркнуть, что у Франции системный подход, которого, может быть, нет у некоторых других ваших партнеров, потому что Франция не только готовится подготовить эту бригаду, но она ее полностью оснастит, то есть она передаст ей одежду, она ей передаст вооружение, она ей передаст боекомплект и так далее и тому подобное, то есть на самом деле, конечно, это очень серьезная штука, вот единственное, сейчас пока еще непонятно, где будет происходить формирование этой бригады и ее подготовка, будет ли это на западе Украины или будет ли это на востоке Польши, вот или будет ли где-то еще, вот пока что этот вопрос не доработан до конца, но вот такое сообщение Эммануэль Макрон сделал, все ждали, что он объявит решение Франции о направлении военных инструкторов французских в Украину, вот, ну вот таким образом сделал свои заявления, то есть в принципе это, конечно, важные заявления, они были неприятны Путину, вообще вся эта история была неприятна Путину, поэтому я вам должен сказать, что Франция сейчас, кстати, является главной целью и ПСО, и, значит, войны такой, холодной войны с Российской Федерацией, потому что вчера мы видели сообщение о том, что арестован французский гражданин в Российской Федерации, его обвиняют в шпионаже, вот, это исследователь, который работал на исследовательский фонд, швейцарский благотворительный исследовательский фонд, который создал бывший генеральный секретарь ООН Бутас Галли, вот, и, значит, вот такое сообщение прошло, показали кадры, как его арестовывали, вот, и для Франции, конечно, это очень неприятная штука, это понятно, что это был ответ прямой Путина, вот, на все инициативы Макрона, на то, что Россию не пригласили в Нормандию, и плюс на этой неделе был арест российского гражданина, происхождением из Донбасса, у него два паспорта, российский и украинский, который, судя по всему, готовился к диверсии на территории Франции, он готовил бомбы самодельные в гостинице недалеко от Международного аэропорта Руасси в Париже, на северо-востоке Парижа, и просто взорвался, одно из устройств у него взорвалось в руках, и поэтому, значит, соседи по этой гостинице услышали вдруг взрыва, вызвали скорую помощь, вместе с ней приехали жандармы, вот, и констатировали, что у него там в номере оказывается там целый арсенал, и поэтому, как только ему была оказана первая медицинская помощь, его тут же немедленно перевезли в тюрьму, арестовали, и теперь им занимается французская контрразведка и служба безопасности внутренней, и надбирает над этим прокурорский надзор, это прокуратура по антитеррористической деятельности. То есть вот такая история российско-французская сейчас развивается, это в дополнение к тем гробам, к которым какие-то странные люди, значит, выставили у эфиревой башни, плюс к красным рукам, которыми, значит, изгадили те же самые, примерно, люди такого же профиля, могилы жертв, значит, Шоа, Холокоста, вот, так что, в общем, ситуация довольно напряженная, вот, но, тем не менее, Франция, в общем, столько держится у ваших, в числе ваших сторонников, в числе вашей поддержки, Эммануэль Макрон вообще в последнее время стал таким лидером западного мира, и не только западной Европы, но и западного мира. Вот вчера Байден попытался себе вернуть свое утерянное, так сказать, первенство, вот, потому что до этого Соединенные Штаты Америки занимались, в общем, своими какими-то внутренними разборками, вот, но у Байдена вроде ему там стало немножко полегче, потому что Трампа осудили официально по первому из четырех уголовных дел, ну, правда, вердикт будет оглашен 11 июля, но по 34 объявлениям, уголовным обвинениям его суд присяжных признал, значит, виновным, и на этом фоне он стал отставать от Байдена в президентской гонке на 2%, на 2% пункта, вот, и, в общем, Байдену немножко это чуть-чуть полегче стало, и вроде он теперь отправился в вояж, потому что у него тоже поездка по Европе, и на следующей неделе Большая Семерка, вот, и Америка объявила пункт о том, что она посылает Камилу Харрис на швейцарскую мирную конференцию по украинской форме. Вот, ну, вот такие вот дела. Дальше делать из этого какие-то глобальные выводы, кто, стоят ли все вместе или все по отдельности, я бы так сказал, что, конечно, все стоятся, стараются стоять вместе, у каждого все-таки есть своя собственная политика, своя сторона, своя адженда политическая, поэтому здесь никогда западный мир не скрывал, что у них могут быть некие там проблемы свои внутренние. Я вам рассказал, откуда идут эти проблемы, потому что когда за вами стоит 54 страны, у каждой из которых свое государственное устройство, своя политика, свои внутренние проблемы, свои внешние проблемы, своя, значит, выборная какая-то адженда и так далее, то, в принципе, это очень непросто всех свести во единое целое, и здесь, в общем, не надо быть, то есть нужно быть волшебником, чтобы все было прямо вот в один в один, и все одинаково говорили, и, скорее всего, к этому не надо стремиться, потому что этого не добьешься. Это отличие демократии от диктатур, потому что при демократии как раз проблема в том, что все обсуждается, все нужно обсуждать, все нужно обсуждать в парламентах, согласовывать с оппозициями в каждой стране, и поэтому это очень непростая вещь, но, тем не менее, Путину не удается разобщить этот западный мир, и западный мир по-прежнему с вами. Ну и, грубо говоря, я бы так сказал, какая вам разница, стоят они вместе или по отдельности, главное, чтобы все эти страны вам помогали. Субтитры создавал DimaTorzok